Для меня не было это каким-то удивлением, потому как у меня были даты, то есть мне сказали так, что я буду боксировать в вечере Паквяо. Если он договорится с Майвезером, я буду боксировать 2 мая, если он не договаривается с ним, я боксирую у Паквяо, там дата либо в середине, либо в конце мая, я боксирую в шоу у Паквяо. Поэтому я уже где-то понимал, что 2 мая, если они договорятся, я попадаю на 2 мая. Ну и когда сказали все, они подписали. Я до последнего не верил, что они подпишут контракт, почему-то не верилось мне, что они все-таки договорятся в этом году о бое. Ну и так расслабленно себя вел по этому поводу, а когда узнал, что 2 мая бой, то сразу какая-то уже ответственность появилась, дополнительная мотивация, потому что ты понимаешь, что много людей будет смотреть этот бой, практически, наверное, немного, а даже, наверное, те, которые там бокс никогда не смотрели, но в любом случае они два этих имени знают, и они знают, что это будут мега-файты, и они будут смотреть этот бой. Поэтому, если они будут смотреть этот бой, соответственно, может быть, и меня где-то увидят в последние раунды, если я буду там 12, 11, 10 раунд. Потому как все, в основном, включая телевизор, анонсируют дату боя. Вот дата там 2 мая, время там, я не знаю, 8 часов вечера, они боксируют там в 10. По телевизору идет реклама, и все, в основном, включают там полдесятого, да, где-то, и садятся смотреть. То есть попадают на андеркарт концовку андеркарта уже. Ну вот, может быть, и меня кто-то увидит, чуть больше людей, чем видел, а кто-то там раскроет для себя такого боксера, как Вася Ломаченко, кто-то увидит. Ну, конечно, для меня это большая честь, во-первых, в таком мегафайте участвовать в андеркарте. И для меня это, ну, наверное, какое-то развитие моей популярности в США.